Турне в условиях скандала. Дональд Трамп начал свой первый зарубежный визит и покинул Вашингтон на фоне новых обвинений в свой адрес. Куда полетел и что снова случилось? Дмитрий Анопченко с подробностями. Он в Вашингтоне. Борт номер один касается взлетной полосы. Красная дорожка, король лично встречает его у трапа. Дональд Трамп сейчас в Саудовской Аравии. Дальше полетит в Израиль и Ватикан, затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и навстречу Большой Семерке на Сицилии. В команде Трампа этот визит уже называют историческим. Мол, ни один американский президент в истории не посещал священные места для иудеев, христиан и мусульман в ходе одной поездки. Вот только проходит это зарубежное турне на фоне невиданного скандала внутри самой страны. Поводом для него стал все тот же разговор Трампа с Лавровым, но пресса раскопала о нем новые подробности. New York Times от источника в Белом доме узнала, что в разговоре с Лавровым Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого отправил в отставку, психом и сумасшедшим придурком. И якобы сказал российскому министру, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и Коми из-за России, но теперь с этим покончено. Все это дает повод противникам президента обвинять его в препятствовании правосудию. Обвинение для Америки более чем серьезное. Дошло до того, что, как передает CNN, команда юристов Белого дома даже начала изучать все детали процедуры импичмента, чтобы быть готовыми помочь президенту отбиваться в случае, если его все-таки попытаются отстранить от должности. Впрочем, такое развитие событий в команде Трампа считают маловероятным. Мол, у демократов голосов не хватит, поддержка республиканцев сильна, а они импичмента просто не допустят. Как бы там ни было, шума в прессе много. На том же CNN до откровенной ругани между ведущим и приглашенным экспертом дошло в прямом эфире. Мне все равно, что он сказал русским. В смысле, он ведь президент Соединенных Штатов. Барак Обама мог такое сказать, Джордж Буш мог такое сказать. Если бы он сходил по большому себе на стол, вы бы тоже его защищали? Что? Ведущему потом пришлось извиняться, мол, погорячился. Но в Конгрессе уже тоже не сдерживают себя. Ни в оценках, ни в выражениях. Ну и все теперь зависит от одного только человека. Джеймса Коми, отстраненного Трампом и обиженного экс-директора ФБР. Сенатский комитет по разведке уже вызвал его на слушание, чтобы дал показания под присягой. Слушания пройдут сразу после дня поминовения. В Соединенных Штатах его отмечают 29 мая. А значит, июнь будет очень горячим. Ведь если обиженный Коми решит обвинить Трампа в попытке повлиять на следствие, это может иметь очень серьезные последствия. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.